Здравствуйте! В эфире программа про бизнес с Аленой Патриной. И сегодня мы поговорим о настольных трансформационных играх. Разберем, что это за игры, каких типов они бывают и какую пользу в себе несут. А поможет нам в этом гостья Наталья Лукашенко, дипломированный психолог, сертифицированный игропрактик. Наталья, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот сейчас на рынок вышли трансформационные игры. Что это такое? Здравствуйте, Алена! Да, трансформационные игры на рынке уже очень давно, только о них почему-то очень мало кто знает. И на самом деле они очень распространены именно у нас, в России и в странах бывшего Советского Союза, скажем так. Потому что ходить к психологу у нас не совсем принято еще до сих пор. И игры, они являются таким инструментом в работе психолога, который позволяет чуть-чуть человека как бы подвести и познакомить вообще с понятием, что такое психолог и какие моменты можно выяснить. Но вот еще год назад мы об этих играх вообще ничего не слышали. Они стремительно набирают сейчас обороты, и мы смотрим, что в них играют бизнесмены. Они приглашают к себе коуча, я правильно понимаю, который проводит им определенные сессии. В процессе игр вы имеете в виду? Или вообще коуча? Вот если заходить в недра интернета, то вот эти игры, они сейчас рекламируются везде. Но рекламироваться, рекламируются, но о них вообще никто не знает. Вот обычные обыватели, вот если мы пересекаемся, у нас, например, проходил День предпринимателя. И они проводили День предпринимателя в новом формате. И как раз анонсировали именно вот такой момент проведения мероприятий. Как это выглядит? Ну, вообще вот наш игробранч, с которым мы приезжали на День предпринимателя, это как раз такой бизнес-нетворкинг. И это очень популярное сейчас направление в сфере бизнеса. То есть предприниматели могут для своих сотрудников заказать как такой бизнес-тренинг, например, где в процессе игры как сам руководитель, так и его сотрудники, они могут проиграть определенные ситуации, которые могут встретиться у них в процессе работы. Что им это дает? Им это дает понимание ситуации. Если есть какая-то неразрешимая ситуация, то в процессе игры, как и сам предприниматель, руководитель, так и его подчиненные могут проиграть любую ситуацию сложную и найти пути выхода из нее. И в процессе игры это происходит очень легко, непринужденно, и нет такого эмоционального напряжения, как это может быть в самой работе, в самом ведении бизнеса. То есть есть какая-то проблема, в принципе, неразрешимая, часто повторяющаяся, и ее можно обыграть в процессе игры и вывести к какому-то единому знаменателю или решить ее. Да, все верно. А сколько это длится? Ну, обычно игры длятся 2-2,5 часа. Иногда они могут быть чуть подольше, если больше и глубже заходить в разбор проблемы. Но в среднем 2-2,5 часа. А каким образом проходит игра? Ну, игра похожа вообще, в принципе, на обычную настольную игру. Мы все знаем настольные игры развлекательные, все любим в них играть. Но здесь сам вид трансформационных игр заключается в том, что это не развлечение, а это трансформация. То есть человек в любом случае получает какие-то новые знания, трансформирует их в свою жизнь. То есть в процессе игры можно так проиграть ситуацию, что уже будет легко потом встроить ее в свою жизнь. А сама игра проходит очень легко. Есть такие же поля игровые, есть кубики, есть карточки, есть задания, ответы на вопросы. То есть вся ситуация проигрывается прямо на игровом поле. И, конечно же, ведет к своему какому-то логическому завершению. То есть находится путь выхода из проблемы, какое-то решение. Сколько человек может одновременно играть? В среднем от 5 до 10-12 человек. Ну, на сколько времени это затянется, если там 12 человек? Это же будет очень долго. Да, если 12 человек, обычно и в таких игр-фестивалях используются демо-версии игр. То есть они не длительные, да, не полные. Но всегда человек, который ведет эту игру, он знает, как завершить этот процесс, найдет правильное время и место завершения процесса. И это будет такая демо-версия, а не полная версия. Но, может быть, лучше все-таки индивидуально подходить к вопросу? Когда столько человек, это будет, наверное, ну, очень долго. Смотря какая задача стоит, да. Если нужно проиграть ситуацию, например, какую-то коллективную, то, наоборот, хорошо, когда много человек. И ситуацию можно проиграть очень быстро. То есть здесь все зависит от ведущего, от его умений, способностей, от его профессионализма. Давайте разберем на каком-нибудь примере. Ну, например, с каким частым запросом приходят предприниматели? Какой запрос идет, чтобы начать играть? Ну, вы знаете, сейчас, что касается именно бизнес-игр, то предприниматели обычно приходят с запросом, как масштабировать свой бизнес. Какие нововведения можно ввести, чтобы он еще рос, развивался еще больше. Кто-то поменьше предпринимателей, да, там, это эксперты, это какие-то люди, которые хотят только вновь открыть, да, какой-то бизнес с нуля. И они не понимают, как это сделать, либо есть какие-то страхи и сомнения, то они могут приходить с запросом, как начать. И это уже будет больше такая бизнес-психологическая игра, скажем так. А какие страхи у предпринимателей в основном? Ну, страхов вообще очень много. Ну, у нас их у всех очень много. И у предпринимателей очень много страхов. Ну, вот, например, какие основные страхи у предпринимателя? Если взять, например, человека, который хочет уйти из найма и открыть свое дело, вот только начать, да, свой бизнес, то здесь включается очень часто страх вообще начать, да. То есть бывает, у нас есть идея, у нас есть уже просчитаны все ходы, мы просчитали, какой будет результат, и идея хорошая, да, она всем нравится. Но вот начать, воплотить ее в жизнь человек не может. И здесь именно вот этот страх начала, потому что за ним кроется первое, это, конечно же, страх того, что я еще недостаточно хорош. Это синдром самозванца, наверное, да, все слышали. Страх, что я еще очень мало знаю, что у меня не получится, мне нужно пойти еще поучиться, там еще проверить, здесь что-то допроверить, еще больше эту бизнес-свою систему как-то обустроить, да. И получается, что мы говорим, нет, например, сейчас не время, или кризис, или еще какие-то причины, но на самом деле под этим кроется страх того, что я еще недостаточно компетентен, скажем так. Но это вот на начальном этапе. Если человек уже такой состоявшийся бизнесмен, и, возможно, его бизнес уже работает, приносит прибыль, и все хорошо, и этот предприниматель или бизнесмен хочет чуть-чуть вырасти в доходе, или много вырасти в доходе, то здесь, конечно, включается очень сильный страх потерять эти деньги. Включается страх успеха, например, да, потому что… А страх успеха в чем состоит? Он же как бы к этому стремится, мы стремимся к успеху, к финансовому благополучию. Да, мы все стремимся к успеху и к финансовому благополучию. Только у каждого вот эта… И в чем же здесь страх? Успеха, она разная, да. Если у начинающего человека, который только начинает свой бизнес, это хотя бы добиться какого-то стабильного результата, то у человека, у которого бизнес хорошо развит, и хочется выйти еще на более высокий уровень, там, конечно, включается огромный страх, это страх больших денег. Может быть, это звучит как-то необычно для телезрителей, но страх больших денег, он тормозит серьезные процессы в бизнесе. Он боится, что у него их отнимут, или он не знает, куда их вложить, или ему будут завидовать. Это эти страхи или что? Да, да, вы все правильно говорите. Первая такая самая глубинная проблема – это страх потерять эти деньги. Это, то есть, конечная точка, да. А перед этим следует страх, что мне начнут завидовать окружение, потому что я успешный, известный, у меня и слава. За этим стоит то, что из-за зависти, например, меня могут обокрасть, разорить, предать сотрудники, и таким образом в конечном итоге я потеряю все, что я создавал, потеряю деньги, и в итоге… Это же очень частое явление, когда приходят сотрудники, нарабатывают себе опыт клиентов, уже в женском бизнесе это очень часто встречается, и потом с клиентской базой уходят. Да, это очень часто, и здесь все зависит от психологического состояния руководителя, насколько он готов отпустить этих людей, насколько он готов не переживать, и начать восстанавливаться заново, либо продолжать вести свою деятельность. И здесь, в таком случае, я бы советовала все-таки, если есть вот этот страх, и я часто в работе сталкиваюсь с таким страхом, все-таки обратиться либо к психологу, либо через игры прожить это эмоциональное состояние и найти причину. И вот эти игры, они реально помогают вот эту ситуацию пережить. Если тебя сотрудники бросили, он приходит в игру, он эту схему проигрывает и по-другому начинает относиться к ситуации. Да, все верно, эта схема проигрывается, но в игре мы еще находим причины, почему руководитель так реагирует. Например, включается страх, и руководитель может всеми силами, чтобы удержать сотрудника, например, забывать о себе. И я очень часто встречаюсь, особенно в женском бизнесе, это какие-то салоны красоты, это какие-то медицинские центры, где руководитель сам ничего не зарабатывает, но зарабатывают его сотрудники. То есть ему настолько страшно потерять этих людей, что он неумело выстраивает коммуникацию в коллективе. К играм вернемся. Вот скажите, пожалуйста, когда вот идет игра, и я просто участвовала в этой игре, приходила к вам на День предпринимателя, и сама прошла это все. И там есть такие вот моменты, не все к этому готовы. Сидят, например, пять человек, и тебе нужно открыться, и открыто рассказать о своих проблемах и о своих желаниях. Ведь не каждый участник, как я обратила внимание, к этому готов. И если вот у нас там сидит пять человек, четверо открываются, а пятый сидит и говорит, а я не буду ничего говорить. Да, так бывает, и здесь нет ничего страшного. Каждый человек, он индивидуальный, и мы не можем заставить кого-то открыться, а кого-то нет. Здесь все по желанию. Просто этот человек в процессе игры, наблюдая за другими участниками, он увидит, что нет ничего страшного, что здесь доверительная атмосфера, что ведущий профессионал, он всегда поможет, выведет из какой-то сложной ситуации. И, возможно, в следующий раз он придет на игру уже более открытым и проиграет это вновь. Но у меня вот сложилось такое впечатление по отношению к этим играм, что туда, в принципе, должны прийти уже осознанные люди, понимающие, чего они хотят. Если ты придешь не готовый, если ты не знаешь про эти игры, ты приходишь, но ты в таком шоке находишься, потому что тебе нужно рассказать о себе прилюдно, обозначиться. К этому не каждый готов. У нас у многих людей тонкая душевная конструкция, и мы достаточно закрыты. Согласна, но я бы советовала человеку, который вообще в первый раз приходит на игру, все-таки немножко почитать о них хотя бы, либо узнать какую-то информацию, чтобы понимать, готов он к этому или нет. Если человек приходит, он уже, в принципе, делает этот шаг, и он уже хочет либо узнать что-то о себе, либо узнать что-то новое, в принципе, что такое игры. Никто не заставляет там глубоко кого-то открываться. Можно все делать по мере своих сил, по мере своей возможности. Но умелый ведущий, он всегда поможет этому человеку раскрыться. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, чтобы сложилось понимание, что это действительно безопасно, и хотя бы чтобы с каким-то пониманием человек вышел из игры о себе, именно о себе. Игры же и дают понятие, кто я, какие у меня чувства, мысли, эмоции. И человек, который не готов открываться, у него все это закрыто, все эти эмоции закрыты. И, конечно же, в руках умелого ведущего можно все сделать аккуратно, и не будет никакого вреда для человека. К ведущим. У ведущего должно быть какое-то специализированное образование? Что касается всех трансформационных игр, то здесь они делятся на три категории. Это психологические игры, бизнес-игры и эзотерические. Если это эзотерические игры, то, конечно, там человек может быть просто коучем, например, или психологом. Но на самом деле профессионалы, психологи, они тоже ведут и такого рода игры. Если это бизнес-игры, здесь может быть маркетолог, коуч, тот же психолог, который изучил маркетинг. То есть здесь нет таких четких критерий. Но что касается именно психологического направления игр, в котором тоже люди бизнеса могут участвовать, то здесь важно, чтобы ведущий был сертифицированным игропрактиком, прошел обучение, и, конечно же, у него должно быть профессиональное психологическое образование. Это 100%. Просто я смотрела, прежде чем вы к нам пришли в гости, я посмотрела про игры. Много что. И там очень часто было написано, что для ведущего не требуется никакого дополнительного образования. Вы просто покупаете и зарабатываете на этом деньги. И это реально так написано. И есть же момент, где люди это воспринимают на все 100%, покупают игру, начинают это проводить, но профессиональной помощи там не будет никакой. Я с вами полностью согласна, и поэтому, выбирая игру, прежде чем прийти на игру, нужно обязательно узнать, кто ведущий, какое у него образование, какие у него регалии, посмотреть отзывы. Потому что я, конечно, против того, что вы сейчас сказали. А вы вот ходите со своими сертификатами, всем показываете же, нет? Можно же все что угодно написать. Ну, я не показываю, не ношу их с собой на игры, но информацию обо мне можно посмотреть в сетях, и там будут выложены и сертификаты, конечно же. Получается, прежде чем идти, в любом случае нужно подготовиться. Просто так прийти, как на развлечение, скорее всего, это уже не получится, верно? Верно. Но просто так на развлечение можно прийти на развлекательные игры, ну, либо на эзотерические, да, если хочется просто узнать, кто я, что я, для чего пришел в этот мир. Вот. И то там тоже нужно выбирать ведущего. Я считаю, что везде, в любой сфере, какую бы ты ни хотел для себя применить, нужно всегда тщательно подойти к выбору. А есть какой-нибудь портал, какая-то база, где вот такие коучи, психологи присутствуют, чтобы про них прочитать где-либо. Но мы приезжали... Да, извините. Мы приезжали с организацией. Вот игробранч. У нас все игропрактики подбираются четко. Про каждого есть информация на сайте, про его дипломы, про его обучение, про его знания, умения и его опыт. Но с данной компанией, да, мы сотрудничали. Я дважды приходила на игры. Повезло, честно. Проработали некоторые моменты, которые меня интересовали. Я осталась довольна. Много открытий открыла для себя. Нужно просто уметь увидеть в себе проблему и ее не смущаться. Потому что, как я обратила внимание, игроки, которые были вместе со мной, у них идет отрицание. Вот обозначается какая-то проблема? Они говорят, нет, во мне этого нет. Но ты сидишь рядом и видишь, очевидно, это же есть. Да, согласна. Но идет стопроцентное отрицание. Нет. Просто мы себя, наверное, видим как-то иначе. Конечно. Мы не можем самостоятельно себя увидеть изнутри. И к психологу тоже не каждый пойдет. Да, это дорого, затратно, возможно, неудобно кому-то, возможно, стыдно. А на игре здесь все намного проще. И в игровом формате можно как бы сверху посмотреть на себя. И если даже в игре ты еще идешь в отрицание и говоришь, нет, у меня такого нет, все равно у тебя в голове, в сознании уже записалось. Обрати внимание, пожалуйста, вот на эту вещь. Возможно, здесь нужно чуть-чуть поработать, либо изменить свое поведение. Все равно такое зернышко у нас закладывается. И человек с прошествием времени, он может сказать, да, мне нужно над этим вопросом поработать, и что-то с этим сделает. А мы еще знаем, что вы не просто психолог, а психолог-кинезиолог. Это вообще что такое? Да, я психолог-кинезиолог, и я работаю еще через разговор с телом, скажем так. Я могу разговаривать с телом, и это возможно. Но на самом деле это никакая не эзотерика, это чисто физиология. Есть в кинезиологии классический кинезиологический тест. Это тестирование через мышцу человека. Да, как это происходит. То есть в нашем теле есть память. Многие об этом впервые, возможно, услышат. То есть мы однажды, например, научились завязывать шнурки или ездить на машине, да, мы об этом никогда не забудем. Мы всегда будем помнить. И точно так же тело реагирует на какие-то события, которые у нас происходили. Какие-то эмоции негативные, отрицательные эмоции, положительные. Все записано в теле. И мышечный тест, он показывает, то есть тело реагирует на ваше эмоциональное состояние. То есть любой вопрос, задав человеку, если для него это стрессовый вопрос, если в теле есть стресс, тело ответит слабым мышечным тонусом. Если этот вопрос для него не имеет такого жесткого, отрицательного окраса, и все хорошо, тело ответит положительной силой мускула. И таким образом мы можем тестировать. А как определить, когда отрицательно, когда положительно? Ну, этому нужно учиться. На самом деле просто так сложно, да, обычному человеку это понять. Но, естественно, обучение есть, и институт кинезиологии есть в Москве. Вот, поэтому этому можно научиться. И реакцию, мышечную реакцию на какой-то вопрос мы можем отследить и понять. Если человеку нужно в ситуации с этой работать, да, глубже разобраться, и помочь выйти, да, в плюс, в положительное состояние, мы здесь разбираемся и работаем дальше. И на самом деле это все вот чистая физиология. А с какими запросами приходит кинезиологу? Там с болями, с чем приходит? Вы знаете, так как я все-таки психокинезиолог, я работаю не с телом как таковым, я не вправляю позвоночник, я работаю именно с подсознанием, да, с мышлением, с сознанием. Нахожу блоки убеждения, которые у нас в подсознании, как раз-таки через мышечный тест. То есть если у человека есть блок, и он не может сделать какие-то действия, то тест покажет, да, что блок вот такой, и здесь нужно работать. Что такое блок, и как он проявляется? Блок – это негативное убеждение, скажем так. Это блокирующее какое-то в подсознании мышление, да, когда мы, например, думаем, что если я вот открою свой бизнес, например, да, меня люди начнут осуждать. И задавая этот вопрос телу, тело может ответить, да, у человека вот именно убеждение негативное, блокирующее выглядит вот так, звучит вот так. И мы его разбираем, и дальше работаем. Если для человека это ничего не значит, мы идем дальше. То есть как у нас вообще заработает тело? Мы благодаря нашим блокам, или вот этим негативным убеждениям, каким-то записанным сценарием, которые мы уже когда-то записали себе в подсознание, наше тело не делает действия. Ведь наша жизнь – это действие, да. Мы либо движемся к своей цели, к результату, либо нет. У него что-то начинает болеть, у этого человека? Или что, как его понять, что не уложу? Сейчас расскажу. Ну, например, тогда простой пример – выступление на сцене, да. Это вот самое простое. Вот выступление на сцене, на телевидении, например. Человек может с детства бояться выступать на публике. То есть есть страх, да, страх, что, например, меня осудят, не поймут, засмеют или вообще отвергнут, да, меня не примет это общество, не примет то, что я буду рассказывать. И таким образом, когда этому уже взрослому человеку приходится, например, выступать с докладом где-то, выступить на сцене перед большой аудиторией, он просто не будет этого делать. И это касается, например, экспертов, которые вот только-только начинают, да, свою деятельность, они боятся выйти в Инстаграм, в соцсети, записать видео. Это самый такой маленький пример. Но у них в теле не будет ничего отражаться. Если только эта ситуация повторяется постоянно, и вот этот стресс, негативные эмоции уже накопились, тогда у нас будет сбой в теле. Вот психосоматика – это никто не отменял ее. Но есть накопительный эффект, да, когда мы постоянно вот эти эмоции испытываем, и тело выстрелит где-то. А бывает очень такая сразу резкая реакция, когда тут же, ну, голова даже заболела, это же тоже реакция на стресс. Тело может, да, дать о себе знать. Но убирая вот эти блоки, да, в чем задача заключается, психолога, например, или тех же игр, убирая вот эти блоки препятствий и убеждений, наше тело начинает делать действия. То есть наше тело не сделает действия, где небезопасно, и делает действия в ту сторону, где оно считает, что безопасно. И вот убирая вот эти блоки, тело считает, ага, там безопасно, я сейчас выйду на сцену, со мной ничего не произойдет, человек идет и свободно выступает. Вот наша задача как раз убрать вот эти блоки, чтобы мы делали действия. А игры есть трансформационные, именно с кинезиологией связаны? Есть моя игра, которую провожу я, она называется «Жемчуг жизни», автор ее Екатерина Новикова. И вот именно в этой игре я использую этот метод тестирования, и мы более глубже помогаем человеку найти вот эти его глубинные блоки, которые просто так, обычным способом, очень сложно найти, либо на это потребуется время. Какие вот, с каким запросом приходят и с каким результатом выходят из игры, например, чтобы было понятно телезрителям. Ну, если касается каких-то вот таких денежных вопросов, люди могут прийти запросом увеличить свой доход, например, хочу увеличить свой доход. И в процессе игры, тестируя через тело, я могу человеку дать понять, то есть тело ответит, что этот запрос, например, для него сейчас не экологичный, потому что эксперт, например, только начинающий, и когда я спрашиваю, какой твой доход, он говорит, я работаю за донейшн. То есть получается неправильный запрос, и мы даже в игре можем этот запрос немножко изменить. И, например, перестроить его на хочу получать стабильный доход, стабильный, да, и начать зарабатывать. То есть это будет первая ступенька. А потом же через какое-то время у человека будет другой запрос увеличить доход. И вот в игре человек, даже поняв, что его запрос еще совершенно далек от идеала, да, что нужно начать с какой-то более низкой ступени, уже происходит трансформация, уже человек чуть-чуть спускается и начинает работать вот на более низкой ступени, скажем так. И здесь тоже могут свои блоки выявиться, опять-таки, через тело мы их находим, это и страх публичных выступлений, да, это опять-таки страх повысить стоимость услуг, как я уже говорила, синдром самозванца, да, то есть человек, мы понимаем, человек все время учится, 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 у него уже накопилась масса знаний, но он не видит в них свои ценности. И задача моя, ну и как, в принципе, любых психологов, да, на этом этапе повысить вот эту ценность человека. Когда он понимает и осознает, на этой базе он начинает двигаться вперед, то есть тело начинает все-таки делать какие-то действия. И в игре это тоже все можно найти, проиграть, отработать и убрать из тела. Наталья, вот скажите, если вот человек-новичок, он услышал о трансформационных играх, и как ему правильно выбрать для себя игру? Как ему правильно подобрать запрос, что он хочет решить для себя? Ну, для начала, конечно же, нужно подумать, какую сферу деятельности или сферу своей жизни он хочет разобрать, изменить или улучшить. Исходя из этого, можно подобрать себе игру либо по бизнесу, да, либо какую-то психологическую трансформационную игру, где человек сможет разобраться именно со своими чувствами и эмоциями из какой-то жизненной ситуации. Вот понять, да, в какую сторону ему идти. Либо в бизнес, либо разобраться в себе. Далее нужно посмотреть, кто ведет эту игру, есть ли у него определенные сертификаты, какое у него образование, также почитать отзывы об этом ведущем. Ну, вот с отзывами есть моменты, потому что, когда это кто-то из наших, мы берем и дописываем отзывы, мы просим своих друзей писать отзывы и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, на отзывы полагаться не всегда правильно. Ну, вы знаете, обычно в такие игры человек не приходит просто так, спонтанно. Либо ему кто-то советует, либо подружка, либо знакомый, кто уже там был и говорит, давай попробуем вместе. И это очень часто происходит. Поэтому, я думаю, совет своих знакомых человек услышит и прислушается, сделает правильный выбор. Ну, а вообще, конечно, нужно посмотреть на образование, обязательно должно быть психологическое образование, если это психологическая игра. И человек должен пройти сертификацию обучения по этой игре. Это 100%. Вот мне не дает покоя вот этот момент, который я видела в интернете, что продаются игры и может человек просто купить эту игру, пройти какое-то обучение элементарное и уже преподавать и зарабатывать на этом. Вот этот вот момент, его надо как-то урегулировать, мне кажется, в этой сфере, потому что мы люди доверчивые, особенно женщины, если мужчины еще как-то там смущаются и так скептически относятся, то мы слабый пол творим чудеса и можем с головой, если у нас есть какие-то проблемы, окунуться и начать проходить все на свете. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе ведущего, я так понимаю. Да, он должен в любом случае обладать психологическим образованием. Если это психологическая игра трансформационная, то 100% у него должно быть психологическое образование. Если это игра по бизнесу, то было бы очень здорово, если бы было и психологическое образование, и какое-то образование по бизнесу. Маркетологи очень часто проводят такие игры. А вот возраст ведущего, он имеет значение? Потому что вот даже если игра про бизнес, и молодой человек там 22 года, он без опыта жизненного может давать советы и проводить такую игру. Я понимаю, что молодые сейчас очень предприимчивые, но вот этот нюанс, он присутствует. У меня, например, сомнения. Если коуч, ведущий, он будет очень молод, то у него нет опыта. Но вы знаете, игра на самом деле построена так, что, возможно, здесь не столько возраст ведущего важен, сколько его опыт. Молодой человек или молодой ведущий может провести достаточное количество игр и уже быть опытным игропрактиком, учитывая, что он прошел, конечно, обучение и сертификацию. Но здесь уже выбор каждого человека в отдельности, что ему ближе. Пойдет он на более молодого специалиста, либо пойдет на более опытного. Здесь каждый человек выбирает уже сам. Но судя из нашего с вами диалога, я понимаю, что трансформационные игры – это серьезное мероприятие, и ты должен прийти уже с определенным запросом, что ты хочешь. Ты хочешь быть уверенным в себе, ты хочешь каких-то подтверждений. У тебя есть какие-то жизненные ситуации, из которых ты хочешь как-то выйти экологично. Но вот в таком море игропрактиков найти что-то для себя и на чем-то определиться очень сложно. Ну, здесь методом проб, наверное, всегда есть демо-версии игр. Можно попробовать не полную игру, как я уже говорила, а демо-версию и как раз игры-фестивалей. Их, кстати, очень много в Москве. Мне казалось, что об этом уже много кто знает, а вот вы говорите, что это пока такое неизвестное направление. Можно попробовать демо-версии игр и выбрать для себя, например, какую-то наиболее понравившуюся, где захочется потом пройти ее полностью, целиком. Но я о этих играх слышу примерно около года. А сколько они вообще на рынке существуют, эти игры? Очень-очень давно, но у нас последние лет пять уже вот такой прям серьезный оборот они набрали. Просто это проходило, наверное, как где-то более скрыто, где-то отдельно проводились какие-то такие мероприятия между собой, скорее всего. А вот на такой большой формат это последние несколько лет, да, вот стали проводить игр-фестивали, и они очень часто проходят, то есть прямо это набирает обороты. И здесь я тоже хочу заметить, что очень важно и игр-фестиваль тоже выбирать, потому что, как вы уже сказали, есть задача заработать денег, а есть задача помочь человеку разобраться в себе. И вот как раз наш игр-бранч, он направлен на такой вот этот бизнес-нетворкинг и на реальную помощь, да, мы очень серьезно подходим и к выбору игр, и к выбору игропрактиков. Мы всегда со своими участниками на связи, мы всегда подскажем, расскажем, ответим на все вопросы. То есть здесь индивидуальный подход, я считаю, поэтому всегда тоже нужно выбирать и думать. Ну, в нашем мире иногда нужно надеяться только на себя. Ну, вот вы когда проводите игру, вы обмениваетесь контактами, что-то более подробно рассказываете своим игрокам, потому что когда проходишь игру, ты понимаешь, что у тебя достаточно поверхностные знания после самой игры, да, ты удивлен себе, ты сам себе не очень знаком и нужны какие-то расшифровки в любом случае, потому что, ну, не владеешь информацией про себя самого. Вы как-то коммуницируете в дальнейшем? Да, конечно, у нас есть обмен контактами, дальше мы можем проводить какие-то встречи, личные консультации, то есть всегда человек, участник игры может обратиться за разъяснениями, за личной консультацией к игропрактику уже после игры, через какое-то время и получит полный развернутый ответ на все свои вопросы. Это, конечно, мы всегда поддерживаем всех своих игроков и всегда с ними на связи. Получается, вы не бросаете своих сынцов, это очень хорошо. Давайте с вами резюмируем наш разговор, что вы можете посоветовать людям, которые посмотрели нашу передачу и как вас выбрать? Есть, например, очень много таких игр психологических, которые даже само название и их описание говорит само за себя. Можно прочитать и понять, да, то есть есть более такие игры, где направлены вот на, например, женское счастье, да, то есть человек понимает, что я хочу женского счастья. И сейчас, возможно, у этого человека что-то не ладится. И уже по названию игры и по описанию человек понимает, что здесь я, возможно, не мужа себе найду, да, но я пойму, в чем, возможно, моя проблема, потому что изменения, конечно, прежде всего, должны быть в себе. И нужно понять, с каким запросом, да, ты приходишь на эту игру и, исходя из этого, выбирать, потому что материалов очень много, игр очень много, но, в принципе, всегда есть в описании какая-то такая точка, которая зацепит именно тебя. И ты, почитав, поймешь, что я хочу именно вот этот вопрос разобрать. И можно начинать пробовать, еще раз говорю, с демо-версии игры. А люди, которые, вот уже, как я говорила, которые приходят на бизнес-игры, они, конечно, не будут начинать с психологической игры. Это серьезные бизнесмены, например, руководители. Они думают, что все у нас хорошо. И они, конечно, пойдут с бизнес-игры. Но эти люди в процессе бизнес-игры, они могут понять, что какие-то моменты зависят от их психологического состояния. И, возможно, это даст им такую, как бы, направление посмотреть в эту сторону и прийти уже либо на психологическую игру, либо прийти просто хотя бы на консультацию с психологом, чтобы уже разобраться в себе. Вот, исходя из своих запросов, конечно, нужно выбирать игру. Я так понимаю, нужно вас пригласить в организацию и провести с нами такие сессии, чтобы мы пришли к гармонии. С удовольствием. Мы всегда рады. Спасибо вам за содержательную беседу, за то, что раскрыли тайны про трансформационные игры, потому что для большинства людей это новинка. И я вас благодарю за приглашение. Я очень надеюсь, что после этой передачи интерес появится и люди не будут бояться ходить на такие трансформационные игры, потому что это все-таки здорово. Спасибо, Наталья. Напоминаем, вы смотрели программу про бизнес и у нас в гостях была Наталья Лукашенко. И помните, что трансформационные игры будут эффективны только в том случае, если вы готовы к переменам и не ищете быстрых и простых решений, а также готовы открыто обсуждать свои желания и проблемы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok